Так, ребята, всем доброго времени суток. И это видео, как вы догадались, оно снова про marketplace или интернет-магазин, или организацию, или интернет-площадку, я не знаю, как это назвать, которая называется Озон. Бух! Если бы я работал в монтаж, то здесь вот оно вот так вылезло. Рассказываю сразу историю. До этого была история с Озоном, как там через Озон обманывают людей-мошенники. И оно зашло, и мы посмотрели, и мы столкнулись лично. Мы столкнулись с новой, просто, я считаю, охуевшей темой, как уже, знаете, ну тоже через Озон людей наебывают. Только тут уже Озон, вот мое мнение, является уже каким-то соучастником. У нас есть начальник отдела закупок Алексея вызывать. Он решил себе заказать стиральную машинку, чтобы вы понимали. Вот скриншот, вот Леша Найскейс, и он мне скидывает переписку с Озоном. И перед тем, как он мне скинул эту переписку с Озоном, он рассказал историю. Дэн, я тут заказал стиральную машинку LG, она просто пушка. Она до, там, 22-го года стоила условные, там, 30 тысяч. После, вот, всех этих событий, учитывая, что, там, проблемы с импортом, она начала стоить, там, 50, 60. Ну, короче, дорогая машинка, с кучей хороших функций. И тут на Озоне я ее нахожу за 27, то есть, понимаете, да? Заходишь на сайт Озон, оплата по карте по безналу. Эта стиральная машинка есть в наличии. Продавец, естественно, не Озон. И, ну, цена хорошая, да? То есть, она в 2 раза дешевле, там, в 3 раза дешевле, чем в каком-то магазине. Фотографии, все есть. Есть юридические реквизиты продавца. ИНН, там все написано. И вот с этим будет отдельная история, да? И Алексей, наш начальник отдела закупок, который постоянно работает с маркетплейсами, совсем подряд, да? Он спокойно заказывает эту машинку. Но он, конечно, нервничает. Он подходит ко мне и говорит, Денис, как меня там могут наебать? Я говорю, братан, ну, тебе же ее привезут, ты ее проверишь. Если она новая, все нормально, то возьмешь. Он говорит, ладно, все окей. Он заказывает эту стиральную машинку за 20, там, с лишним тысяч рублей, которая стоит, там, 50-60, да? И начинает ждать. Он оплатил ее, все ништяк, все круто. То есть, Озон, чек пришел. Ждет день, два, три. Сроки у него уже выходят. И в назначенное, как бы, вот время, когда они ее должны везти, у него, соответственно, начинают возникать сомнения, что никто не звонит, никто не пишет. Никто не выходит на связь, да? То есть, как бы, должны уже везти, но не везут. И он пишет в Озон и спрашивает, ребята, так и так, где моя машинка? Они говорят, ждите, ожидайте. Возможно, мы перенесем, у нас условия такие, что мы можем это сделать. И тут Алексея начинает терзать сомнения, потому что деньги заморожены. Он заказал, стирал, потому что у него сломалось. И, короче, он решает проверить, а что это за продавец с этим ИНН. И он пробивает, есть открытые вот эти источники данных, где, собственно, можно найти по ИНН того, кто это, что и чем он занимается. И он находит ИНН, ИП, Нормаев Евгений Аркадьевич и ИНН 322. Ну вот, давайте я вам сфокусирую. Вот, я надеюсь, вам видно. Он пробивает это ИНН и узнает, что на этом ИНН открыта стоматологическая клиника в городе Казань. Алексей, который заказал машинку и оплатил ее на Озоне, вот у этого продавца, он в шоке. Он находит этого владельца этой клиники, звонит туда, разговаривает с ним и спрашивает. Вы продаете стиральные машинки на маркетинейсе Озона? И скидывает ему ссылку на этого продавца. Кто-то ему говорит, братан, нет, я не продаю никакие стиральные машинки. И это какая-то херня, то есть, буду там разбираться, возможно, еще что-то делать. И, короче, говорит, что нет, не продаю. И Алексей в этот же момент, он понимает, что он где-то в что-то вляпывается, потому что машинку не везут. Никто там нигде ничего толком не отвечает, говорит, ждите. Человек, который представители, владелец ИП, говорит, что я тебе ничего не буду продавать, я никаких денег не получал, ничего. А Алексей в шоке отменяет заказ и пишет в техподдержку Озона, что вот этот заказ он отменил, потому что продавец ИНН, да, это не он, то есть, понимаете, да? Алексей нервничает, пишет в Озон. И Озон ему говорит, да, Алексей, все нормально, мы возвращаем вам деньги за ваш заказ. И вы говорите, Денчик, да в чем проблема, все же круто. Но есть нюанс. Доставка этой блядской стиральной машины стоила там 1800, ну, короче, какие-то такие немаленькие, но и не сильно большие деньги. И ему вернули деньги за стиральную машинку, а за доставку нет. И знаете, что интересно, что в течение вот пяти, шести или там уже недели Алексей пишет и говорит, ребята, а где мои деньги за доставку? А Озон ему на серьезных блядьщах отвечает, так вы сами виноваты, вы же отменили этот заказ. А доставка была согласована продавцом. Продавец потратил силы, время, деньги, эмоции. Я не знаю, что он еще потратил, да, на то, чтобы якобы организовать эту доставку. И она фактически хоть и не случилась, но как бы вы же ее заказали как услугу. И эту услугу, я не пойму, как это работает, конечно, как это Озон. У меня есть скриншоты, я их приложу, кстати, себя в Телеграме. По ссылочке в Телеграм зайдете, почитаете переписку с этими. Я не буду оскорблять Озон, да, но с этими нехорошими людьми, мое такое мнение, да. Они удержали у Алексея вот эту сумму за доставку. И эта сумма упала на счет того, кто эту стиральную машинку продавал. Якобы в счет оплаченной доставки, которую он, правда, не совершал. И Озон всячески, всеми способами отбрехивается и говорит, что он возвращать эти деньги за доставку не будет. И вы скажете, ну и что, как бы там пару тысяч рублей, ничего страшного. Парни, ну пару тысяч рублей за просто там создание, представляете, вы создали товар какой-нибудь дешевый. И вот так вот люди заказывают, заказывают, а вы их динамите, динамите, знаете, таких людей тысяча в России, которые закажут на стиральную машинку. Озон, по идее, должен это идентифицировать, охуеть, забанить этого продавца и вернуть деньги всем. А что делает Озон? Озон говорит клиенту, идешь нахуй. А еще знаете, что делает Озон? Идешь нахуй, это, естественно, моя интерпретация всего говна, который они пишут, такие вот телеги. А еще они, знаете, что могут сделать? Они могут просто вас забанить на Озоне. И сказать, ваш аккаунт больше не активен, и вы сами, когда регистрировались, согласались, соглашались с тем, что мы вас можем заблокировать в любой момент без объяснения причин, без возврата денежных средств, которые там вас могли подвиснуть. Что это? Это пиздец, мое такое мнение. Озон в очередной раз охуевший, обосрался. И я считаю, что об этом должны знать все скриншоты будут у нас в Телеграме. Но некоторые выдержки давайте я вам зачитаю сейчас, чтобы вы понимали, насколько все грустно. Вообще, вот как, собственно, начинается переписка их, ну, я сейчас могу еще показать переписку с ИПС, владельцем того якобы продавца, да? Но, вот. Добрый день, меня зовут Алексей Самара, я вчера вечером вместе с супругой решил приобрести стиральную машинку, бла-бла-бла. Есть у нас сомнения, там, бла-бла-бла, все карточки товара. Кстати, после того, как Алексей там возмутился и вот эту фигню с возвратом начал активировать, карточка этого магазина вообще опустела, там исчезли все товары. Не знаю уже, с чем это связано. Вот. И знаете, что на вот эти все ему вопросы отвечают люди? Здравствуйте, Алексей. В целях безопасности мы должны подтвердить, кто вы, что вы. Для отмены заказа это понятно, в чине вам деньги вернутся. Также бла-бла-бла. Сейчас. Для осмотрения вопроса за вставки на отмену заказа нужно время. Так, осуществляется продавцом. Алексей говорит, что это мошенники. Секундочку. Стоимость доставки не возвращается, так как вы заказы отмели самостоятельно. И они говорят, что якобы продавец уже осуществил какие-то работы по организации этой доставки. Подробнее о возврате доставки здесь. Так, что еще? Ну, короче, вот эти вот скриншоты я вам сейчас выложу в Телеграме. Посмотрите, почитайте. Охуеете от всего этого. И, соответственно, подумайте, а стоит ли вообще заказывать на Озоне что-либо. Просто здесь слишком дофига скриншотов. Я, честно говоря, потерялся с неповисованием. Ладно, спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.